Рада приветствовать! Ребята, кто меня не знает, Лилия Донскова на связи. Сегодня у нас будет с вами необычная планерка. Я вам предлагаю провести такой брифинг, вопрос-ответ. Я надеюсь, вы подготовили вопросы. Особенно новички, ну и естественно и менеджеры. У всех есть вопросы. Даже у меня их всегда полно, хотя уже у меня путь такой огромный. Ну что, ребят, поехали. Кто первый стартует с вопросом? Ну, давайте начинаем, а я пока буду что-то от себя рассказывать немножечко. Так, сейчас посмотрю состав. Составьте свои. Хорошо. Отличненько. Так, от себя что хочу рассказать. Ребят, сегодня у нас пятница. Идет очень бойко вторая неделя каталога номер 11. Вторая неделя. Всего у нас три недели в каталоге. Итак, что же делать? Нужно по итогам второй недели. Вы должны уже проверить свои планы. Тот, кто их ставил. По обучению. По развитию. Планы по росту команды. По рекрутингу. По товарообороту. По личным показателям. То есть у каждого из вас должен быть свой четкий план. У кого есть план? Так, если вопросов не будет, будет не очень интересно. Поэтому задавайте вопросы, все, что непонятно. Не стесняйтесь. То есть смотрите, мне нравится всегда, когда берешь план. То есть, например, видение составляешь. То есть сначала делаешь итог прошлого периода. Ну, мы каталогами живем. Берешь итог, смотришь, анализируешь. Сильные стороны, слабые. В каком направлении нужно поработать. Что подтянуть. Какие мысли возникают. Чему нужно учиться активно. На основании пережитых событий вы должны составить свой личный план на следующий период. Естественно, если вы план не составляете, то понятно, что вы никуда не двигаетесь. То есть это ежу понятно. Но самое интересное, что вы составить план сможете только при определенных условиях. И есть несколько условий. И самое главное из них, план составляют только те люди, которые взяли на себя ответственность. Те люди, которые понимают, что они устроились не на работу, а пришли в проект, где есть возможность создать собственную бизнес-систему. Вот это очень важно. Я вот просто обращаю внимание, особенно когда начинается какое-то нытье в чатах. Я понимаю, что так может себя вести только человек, который привык работать по найму. Который привык, чтобы его гоняли, ругали. Там, да, вот как бы в таком темпе все. Вы должны понимать, что вы пришли сюда, и вы строите свой собственный бизнес. Кто это понимает? Ребят, поставьте пятерочки. До кого пока это еще не дошло, это нормально. Я могу сказать, что у меня 8 лет ушло на то, чтобы принять решение, и понять, что я могу здесь построить собственный бизнес. Я спустя 8 лет только приняла осознанное решение, что я буду работать и строить свой бизнес именно с этой компанией. Да, я понимаю, что это не полностью мой бизнес, я не все контролирую, но меня это вполне устраивает, вполне на 100%. Потому что всю самую сложную работу за меня делает компания. Конечно, это частично, как говорится, расхолаживает, но если вы готовы к серьезным действиям, к серьезным достижениям, то, конечно, это будет только на руку. Я не вижу вопросов. Ребят, особенно новенькие. У кого есть вопросы, пишите в чате. Я пока продолжу. Смотрите, по поводу дальнейших действий. Вы подводите итог каталога, периода какого-то, подводите срез своих знаний. Вы должны понимать уже, насколько вы в каких сферах подтянулись, уже хорошо ориентируетесь. Далее вы намечаете план по нескольким показателям. Самое главное, сначала вы ставите план для себя. Потом план по команде. То есть какие ожидания у вас от команды. Что вы ожидаете от себя? То есть не бойтесь себя нагрузить как следует. Ставьте себе мощные задачи, чтобы было интересно, чтобы было драйвово. Потому что когда вы выполняете сложные задачи, у вас очень хорошо развивается внутренний стержень. очень круто, да, вы начинаете расширяться как личность, становиться более объемными, интересными и привлекательными. Привлекательными для кого? Ребята, наверняка вы уже поняли, что в этом бизнесе легче всего работать, когда вы, во-первых, знаете, чего хотите, во-вторых, когда вы знаете, что нужно делать, и в-третьих, когда вы сами, да, интересная личность, и вы на автомате притягиваете к себе людей. То есть, да, обратите внимание, что некоторые пишут, у меня регистрация, у меня регистрация, у меня регистрация. А остальные молчат, да, и ничего не пишут, нет регистрации. Почему? Как вы думаете, почему у кого-то полно регистрации, а у кого-то их нет? Давайте проанализируем. Потому что здесь тоже это неоднозначный ответ. Несколько показателей, почему могут отсутствовать регистрации. Но у некоторых почему-то их прям достаточно много. Ни хрена не делают. Я буду переводить. Либо перевожу Машу. Ни хрена не делают, или делают очень мало, да, и редко, не могут дождаться. То есть, нераскрученный маховик – это, когда действия идут эпизодично, да, эпизоды, эпизодично. Не могу выговорить слово. Эпизодами. То есть, человек работает, да, три дня, потом его две недели нет. Ты где? Ой, у меня там хомячок облосел, то похороны картошки, то ещё что-то, да. То есть, люди, которые не постоянно – это хоббисты, я так называю. Хобби. Понимаете? Для них это не бизнес, это хобби. Значит, они хоббисты. Эпизодично. Спасибо, Маша, спасла. Вот. Ещё какие причины? Аню перевела, Машу перевела, Надю перевела. Ещё, как вы думаете, что может помешать? Так, Маша пришла. Какая пришла Маша? Мы приветствуем Машу косо. Ага, привет всем. Маша и все, кто подтянулся или не слышали, с чего я начала. Мы сегодня с вами, у нас неформальная встреча. Я, конечно, матом ругаться не буду, да, не настолько она неформальная. Но вы можете задавать абсолютно любые вопросы. Хотите личные ко мне, как я начинала, что и как. Всё, что вам интересно. Валите, валяйте, спрашивайте. Потому что я в этом бизнесе уже мамонт сформировавшийся. Во-первых, у меня есть опыт. Восемь с лишним лет я была просто консультантом-потребителем. Поэтому, да, я этой продукцией пропитана насквозь. И я именно потому, что полюбила продукцию и увидела эффект этого применения, я стала строить с этой компанией бизнес. Потому что, да, мне кажется, это нормально, когда человеку что-то нравится, да, он этим говорит, он делится информацией с окружающим миром. Это нормально. Так, как я действовала для побудки уснушек? Два сразу вопроса. Давай на первый. Первое. Кто такие уснушки? Смотрите, ребята, особенно новенькие. Это люди, которые вот пришли, например, сделали заказ. Но они не загорелись, как бы, там, идеи недопоняли, не включились, да. Заказ сделали, ушли. Потом раз вы с ними пообщались, там, рассказали, что там новинки какие-то вышли, они, хлоп, опять заказ сделали. То есть они усыпают периодически, бывает, что по полгода не делают заказы. Но если вы им там сообщаете, что что-то интересное, что-то классное, они возвращаются, листают каталог, делают заказ. То есть это люди такие ведомые. То есть они неактивные. То есть мы их называем уснушки. То есть человек, который более трёх каталогов не размещает заказы. Это у нас сплюшки, да, спят сплюшки, уснушки, да, молчушки и так далее. Как их будить? Давайте с вами разберём. Вопрос очень хороший. Записывайте. Первое. К нам приходят люди разных видов, так скажем, подвида. Первая категория – это молчуны. То есть они к вам придут однозначно в команду. Да, вы их не ждите особо. Они сами придут, сами замолчат и уйдут. То есть они заполняют анкету, регистрируются, а потом вдруг их что-то накрывает, они вдруг пугаются, что «Мамочки, я же внесла серию номер паспорта!» «И адрес указал!» «Ну всё, трындец!» «Меня же мама предупреждала, что там кредит на меня возьмут!» И всё. И они в панике. Они вносят вас в чёрный список на всякий случай, перекрываются, удаляют все свои телефоны, странички. Да, они исчезают. Причины могут быть разные. Это я вам пример привела. Потом вдруг некоторые увидели, что там работать надо. А, работать надо, заказывать! Всё, молчушка ушёл. Ребят, молчунов вы не вернёте. Ну, это крайне редко, если он вас в чёрный список, например, не внёс, куда-нибудь не удалился. Он понаблюдает за вами, немножечко привыкнет, увидит, что вы вполне адекватные, вы не кусаетесь, вас в тюрьму не посадили. То есть вы нормальные, да? У вас что-то в жизни события происходят, и вы хвалите, что у вас в команде там достижения, люди растут. Вау! Они такие, что, может, я зря испугалась? Могут вернуться. Но это редко. Да, это вообще такая категория людей. Они вообще по жизни никогда ничего не достигают. Они вечно боятся, прячутся, как эти страусы. Голову в песок. Всё. Следующая категория людей – это потребители. Ребят, потребитель. Как мы с ним работаем? Это тот же самый человек, как и ваш клиент. То есть если бы вы… Вот как вы работаете с клиентами, как вы их обслуживаете, как вы им доносите информацию, точно так же вы работаете со своим потребителем в команде. Разница только в одном. То есть он на своё имя размещает заказы и сам их получает. Остальное всё, суть та же. Он потребитель, и с ним нужно работать, как с любимым клиентом. То есть тогда он не будет, Ксюш, тебе отвечаю, уснушкой. То есть уснушкой потребитель становится только, если вы ему не занесли каталог, правильно? Клиенту, если ты каталог не носишь, он тебе не заказывает. Правильно? Поставьте плюсики, кто меня понял. Ксюша ответила на первый вопрос. Чтобы уснушки не засыпали, чтобы их не было, нужно просто работать с этой категорией людей постоянно на одной волне. То есть вышел новый каталог, вы записываете коротенький обзор, скидываете им в личку, или создаёте группу уснушек где-нибудь, например, в Вайбере. Там добавляешь её в Вайбер и говоришь, там, Маш, вы меня простите, я всё время Машу пример привожу, но это не обязательно, что это Маша, это может быть Катя, Оля, Лиля, Света, Аня, кто угодно, Миша. Вы добавляете, например, Мишу, говорите, Миш, вы выясняете сначала, Миш, тебе что нравится, что ты здесь хочешь от этой компании? Он говорит, я хочу только быть потребителем. Вы ему говорите, ну окей, Миш, смотри, я тогда, чтобы у тебя не было лишней информации, чтобы тебя там не третировать, давай я тебя добавлю вот в чат, где я буду писать только о новинках, какие для выгодные предложения от компании, потому что ты же не всё будешь знать. Он такой, нет, конечно, я не против, давай. Те, где удобнее, в Вайбере или ВКонтакте, или в Телеграме, он такой, ну давай в Вайбере. Ну в Вайбере, вы знаете, там, по-моему, 300 человек, да, можно чат создать, вполне достаточно для потребителей. То есть вы закидываете Мишу в этот чат, представляете, там пишите, девчонки, вот вам Миша тоже в компанию, он тоже обожает продукцию Арифлейм, а я здесь как раз буду писать все новинки, там, что выгодны и так далее. И раз в неделю вы закидываете туда какую-то информацию, то есть, да, что-то скидываете, коротенький обзор, например, купили себе что-то новенькое. Классно, пользуетесь, балдеете. Запишите ролик, запишите ролик 30-секундный. Как вы, ощущения, эмоцию, даже 15-секундный. Эмоцию от продукта. И все. Я всем услышкам пишу. Лучше создать чат, потому что там будет тусовка в чате, будет интересно. Они, может быть, будут вопросы задавать. Они, может быть, будут, знаете, что делать? Вот эти, как это, кто-то будет отзывы писать. Например, ой, Ксюша, спасибо, что посоветовала этот крем. Боже, какой он крутой, какой он классный. Ну и все, и понеслась в цепная реакция. Знаете, как это мы все, вот даже я подвержена стадному чувству. Вот куда стадо, туда и я. Да, ну, как бы более избирательно, но помню вообще по молодости, особенно, все за стадом. Так, дым, так, дым, так, дым, так, дым и так далее. Все понятно, как с уснушками? То, что если выходит из чата, ничего страшного. Ну, значит, слишком много пиликает. Научи их отключать звуки в этом чате. Они его будут просматривать, когда им удобно. То есть объясни, что скажи, Миш, ты вот что, вообще что ли с дуба рохнул? Ну, ты что из чата-то вышел? Как я тебе сообщу, что вот вышла твоя новая туалетная вода, да, любимая, что она сейчас 70% скидкой? Как ты об этом узнаешь? Я-то же не вспомню, а в чат я это напишу. Ты там можешь ничего не писать, звук отключи, ну, посматривай. И все, то есть, да, ну, договаривайся. То, что тишина, нормально. Есть люди, которые уснут навсегда, не уйдут в литургический сон и не вернутся. Ксюша, смирись. Понимаешь, значит, не зацепила, значит, не заинтересовала, значит, чем-то не достучалась. Потому что если человеку интересно, то он не уйдет. Если ему интересно, например, ты как личность, интересна твоя забота, внимание, он чувствует, что ты его, да, не просто ждёшь от него заказа, а он понимает, что ты его просто, да, вот, ты просто очаровательный, ты любишь, ты отдаёшь энергию, он, любой человек это чувствует, и он не уйдёт. Вот, ребят, вот кто меня понимает об отношениях, об эмпатии, проявлении для людей? Кто меня понимает? Угу, ну, так делай. А если он ушёл, Ксюша, ну, просто, значит, вы с ним не совпали по группе крови. Поняла, да? То есть не парься слишком сильно, но, ребят, учитесь проявляться для людей так, чтобы они никогда, да, не уходили, не бегали, не искали чего-то лучшего, потому что лучше они не найдут в любом случае. Но если убежали, да, ну, спортсмены, значит, они. Да, порекомендуем хорошие кроссовки, чтобы... Дистанция-то у них длинная, они бегают из одной компании в другую, что-то пробуют, ищут. Да, бывает, что людей раздражают чат. Мне вот иногда лично в личку пишут, или я не могу, я чата ненавижу, все эти переписки, это не моё, я и вообще в соцсетях не люблю сидеть. И я вышла, потому что мне этот, ну, вот, вайбер этот нужен только, чтобы вот, там, позвонить маме когда-то, и всё. То есть, ребят, главное не огорчайтесь. Люди отказывают в первую очередь, конечно, не вам, а себе. Вот, дальше. Следующий вопрос Ксюша задавала тоже. Ребят, ещё пишите вопросы. И что делать, если нет рек? Отличный вопрос. Ребят, а что вы делаете, чтобы были регистрации? Давай, расскажи, какие-то действия делаешь, сколько действий, и я тебе скажу, почему у тебя нет рек, и что делать. Потому что просто говорить о регистрациях сейчас, это целый семинар не одного дня, потому что в каждом методе, да, есть свои фишки, подводные камни. Чтобы изучить Инстаграм, например, вот я сейчас изучаю, работаю в Инстаграм, там одно видео 4 часа. Я сейчас их все просмотрю, я вам сделаю, отдельно загружу это обучение на сайт от бизнес-молодости, очень крутое обучение. Вы знаете, у меня просто идёт такое мощное расширение, внутреннее осознание глобальности вообще Инстаграма, мощи и возможностей, которые перед нами открываются. У кого проблемы с рекрутингом, распишите мне прямо вот сюда в чате, сколько вы делаете, сколько у вас действий, какие действия. Да, очень хорошее видео, ты вычитала, есть такое видео про колоду карт. Ребята, да, кстати, вот есть колода карт, и в ней всего 4 туза, 4 короля, 4 дамы. Вот представьте, что дамы – это потребители, короли – это продавцы, это вторая категория людей, про которых мы не договорили. А тузы – это лидеры, это те люди, которые будут бриллиантовыми директорами. Вот представьте, что вы берёте колоду, перетусили её, вытаскиваете первую карту, шестёрка, вторая, семёрка, потом опять шестёрка, там 4 шестёрки, семёрки, 4 и так далее. То есть вы тащите, 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 тащите карты, одно за другой, это люди. А это всё шестёрки, семёрки, шестёрки, семёрки. И вы уже хотите бросить, да, всё, и говорите, пипец, этот бизнес не работает, это не моё, я пойду устроюсь на нормальную работу за двадцатку. А следующая карта была тузом, понимаете? И сейчас выбор стоит, либо ты бросишь всё и пойдёшь на нормальную работу, либо ты пойдёшь тащить дальше и искать своих тузов, королей, дам. Вот и всё, Ксюш. А второе – это что ты делаешь, что ты делаешь, понимаешь, действия. Личный бренд в инстите развиваю. А ты не спамишь, хорошо, что ты не спамишь. С тёплым рынком не общаюсь, ну и правильно, я с твоим тёплым рынком буду общаться. Налаживаю контакт, а так моя ошибка – мало действий. Может быть, ты уже ответила на свой вопрос? Что такое личный бренд? Личный бренд – это когда, даже я могу сказать, у меня он не развит. Личный бренд настолько, что я могу никаких других действий не делать, и ко мне сами будут липнуть, как пчёлы на мёд. Понимаешь? Личный бренд – это когда ты настолько бомбишь интересные посты, интересные посты, крутые посты, крутые фотки, фотосессии, такие, что слюни текут до колена ниже. Понимаешь? Вот это личный бренд. Я могу вам поскидывать несколько аккаунтов, где личный бренд притягивает как магнит. Ну, нам до этого уровня, ребята, там работают просто фотографы, операторы, да, снимают. Там очень круто, хотя можно это делать самим, но нужно, да, подготовиться. Да, вы сами можете полазить в интернете, поискать. Кто в топах? Открывайте топовые, девятку топов, и смотрите, как у них оформлены аккаунты, чем они привлекают. Если это, конечно, не звезды, да, смотрите, людей простых, что они делают, как они пишут, какие темы они развивают. Да, у тебя есть малыш, ты можешь развивать детскую тему, ну, поучись у других, как это делать. Следующее. Не спамлю. Что значит не спамлю? Ксюша, ответь, что на твой вопрос. Спам. Это я вчера, по-моему, да, с вами разбирала. Как писать, как завязывать переписку. Спам. Это когда? Вы пишите. Привет, Аня. Я хочу тебя пригласить в свой мега крутой проект, где мы будем зарабатывать с тобой от 30 тысяч. Ты со мной? Аня такая, да ты вообще кто? Ты что, откуда спам прилетел? Ты такой, какой спам? Ты что, я тебе делаю такое предложение? А мне-то почему? С какой стати мы с тобой даже не знакомы? Вот это спам. А если ты будешь в день заводить от 40 переписок с людьми на тему о них, задавать им вопросы, понимаешь? И среди них выискивать тех, которым было бы это интересно. И только когда установили контакт. Кто вчера был, ребят, на тренинге? У меня вообще неделя моих вебинаров прёт. Я каждый день вам выдаю что-то полезное. Вчера разобрали сначала, да, общение, выяснение потребностей, потом вопрос, хочешь ко мне в команду, тебе интересно? Ты хочешь узнать, как можно зарабатывать через интернет? Если человек говорит, давай, валяй, вы тогда ему скидываете. И он смотрит и думает, надо ему это или нет. Если ему интересно, он вопросы задаст. Выстраивайте отношения каждый день. Ребят, начните с 10 переписок. Фух, устали. Завтра 15. Потихоньку прибавляйте. Вы не сможете в первый же день сделать 40 переписок. Это очень тяжело. Это надо приноровиться. Надо быстренько считывать информацию с людей. По их фоткам, по их лентам, по их постам. Что они пишут. Быстро считали информацию, погуглили, посмотрели, что да как. Вы этому навыку научитесь постепенно. Понятно, что сейчас для вас, мои слова, для многих вообще темный лес. Это нормально. Но вы научитесь, если будете продолжать обучаться, выстраивать отношения с командой, с обучением, с собой. Да, выстроите себе систему работы. Вот. Анют, учись у Димы. Почему у него постоянно полно заявок? Так. Следующий. Пока вы пишете вопросы, я надеюсь, да, ответила на вопрос. По поводу малодействий. Да, малодействий, Ксюша. И не работаешь с теплым рынком. Почему, интересно? Почему, если с теплым, ты всю жизнь к этому ушла, ты с ними выстраивала отношения всю жизнь. Они уже тебя любят, доверяют, знают тебя как положительного, позитивного, открытого человека, который не подведет, не подставит, не позовет какую-то херню. Почему ты с ними не работаешь? Скажи мне. Тебе что, не нужны деньги? Ты хочешь выйти 1 сентября в техникум и учить, да, детей оставлять там свои нервы, там свое здоровье. Посмотри на свою маму, сколько ей лет. Ты хочешь в ее возрасте так же, да, так же себя чувствовать, так же выглядеть? Столько же зарабатывать? Такую же жизнь прожить? Ксюш, честно скажи мне. Потому что ты идешь по этому же пути, протаренная дорожка. Я не говорю, что это плохо или хорошо. Я хочу сказать, ты хочешь так же или ты хочешь по-другому? Тут всегда дело выбора, ребят. Потому что я не хочу прожить, как мои родители. Я их очень люблю, они замечательные, они классные. Ребят, у них пенсия 8 тысяч. 8 тысяч пенсия. Они всю жизнь пахали, как рабы. У них нет здоровья, они больны оба с головы до пяток, потому что пахали, тяжело, и нервы, и физика, все надрывалось. Они не видели в своей жизни ничего, кроме дома, работы, и огорода, и телевизора. Я так не хочу. Если вы тоже не хотите так, учитесь работать круто. И это не один день, ребят, это не один день, это надо прочитать тонны книг, посмотреть кучу вебинаров и заплатить, может быть, за какие-то вебинары, чтобы поучиться, получить ценные знания. Тогда будет результат. А пока вы шатаетесь, не знаю, хочу или не хочу, быть или не быть, не будет ничего, понимаете? Не будет. Это правда жизни. И не важно, сколько вам лет, 15, 14, 12 или 45, разницы нет. Вы в любой момент, абсолютно в любой момент можете нажать красную кнопку и сказать, всё, я выхожу из этого автобуса, и я пересаживаюсь в другой транспорт. Я поеду к своей мечте вообще, в другую сторону, ребятки, вы что-то перепутали, вы не тому меня учили, и я не этого хотела в своей жизни. Вы в любой момент, я знаю массу примеров, миллионы примеров людей, которые неожиданно, да, кардинально поменяли свою жизнь. Кардинально. И некоторые из них очень взрослые, очень, да, и 60 лет, и 70. Алло, алло, дайте обратную связь, как слышно, как блютуз работает, всё окей, не страшно, никто не убежал ещё? Третья категория людей, это наши короли, да, это наши короли, это люди, которые будут продавать продукцию, это люди, которые кайфуют от того, что они просто вот зарабатывают быстрые деньги, им классно. Прибежали, каталог, пробники, пообщались, почирикали, заказ взяли, побежали, отнесли, денежки взяли, они будут от этого кайфовать, им просто кайфово. Вот это короли. Они будут продавать, но они могут бросить. Они не бросят только, если у них всё время будет подпитываться интересом, то есть они будут в курсе, какие акции, какие подарки, какие там, какие-то спецпредложения. То есть с ними нужно работать как с продавцами, то есть информировать их о продукции, вооружать их, где они могут выгодно ещё получить. Например, два продукта берёшь, одна цена, а три берёшь, уже другая. А если берёшь три, то четвёртый в подарок. Вот это они всё должны знать, потому что они это очень здорово всё прокрутят и заработают ещё больше денег. Вот это короли. И четвёртая, самая крутая категория людей, это тузы, это те люди, которые выбирают обучение, лидерство, ответственность, принятие решений и действия, которые готовы пахать над собой, на свою мечту и готовы взять ответственность. Понятно? Ребят, всего четыре категории. Всё просто. Со всеми нужно работать по-разному. Вы не имеете права лезть к потребителям и рассказывать им, как строить команду. Они не хотят. Они просто от вас перекроются. Продавцам периодически иногда можно задавать вопрос, а хочешь больше? Смотри, как у тебя круто получается организовывать личный товарооборот. А ты бы могла взять троих людей и научить их делать то же самое? Можешь? Как ты думаешь? Да, может быть, и могут. Почему нет? Они, может быть, подключат троих людей, научат их так же продавать. У них создастся команда, они выйдут на 9%. И у них будет ещё больше прибыли. А потом ты им скажешь, а ещё троих можешь найти? А они скажут, да легко, а что надо? Ты говоришь, надо. Всё. Ребят, понятно, как работать с людьми? Вопросы есть ещё? Если есть вопросы, я с удовольствием ещё пообщаюсь. Если вопросов нет, то пойдёмте работать. У нас идёт прокачка полным ходом. Да, Ань. Что такое сопровождение новичка? Ребят, смотрите, сопровождение новичка. Что это? Это когда вы берёте человека на работу, да, в команду, к себе. И вы его сопровождаете на каждом этапе. Я думаю, что каждый из вас в какой-то мере допробовал работать по найму. И вы помните, как вы пришли и как вас вводили в курс дела. Ань, не вижу, Марина. Всё хорошо, хороший вопрос. Марину не вижу. Я думаю, ты и сама можешь рассказать про заказы. Вопрос этот никто не задавал. То есть, смотрите. Ну и пообщайся с ней. Понимаешь, с Мариной нужно личное общение. Потому что у неё очень много вопросов. И у меня сложилось впечатление, что она обучение пробежала поверхностно. Потому что в обучении есть всё. И про создание личного товара, оборота. Есть тренинги, семинары. И если есть вопрос, то в первую очередь можно погуглить. Ань, согласись? Можно в YouTube ввести вопрос. Как организовать личный товар оборота? Как показывать каталоги так, чтобы у меня были заказы? Как собрать заказ на 150 баллов, при этом не вкладывая ни копейки? Вот так вот. Маша, по поводу сопровождения давайте это сделаем отдельным вебинаром. Я его запланировала на следующую неделю. Хорошо? Потому что это длинная тема. Самое главное, что взяла человека, сопровождай. Вот скинула ему ссылку на урок. День прошёл, отчёта нет. Ты с ним связываешься. Оля, где отчёт? Что случилось? Ты сколько прошла? Ты же понимаешь объём, что сзади него можно пройти легко. А она такая говорит, ой, а я ещё книгу читаю. Чё так долго читаешь? Там её читать час книгу. Да, или час послушать видео. Значит, что-то не то. Значит, ещё раз разговариваешь. Оль, а что ты? Ты мне скажи, ты деньги пришла зарабатывать? Ты денег хочешь? Она, хочу. А как быстро ты хочешь начать их зарабатывать? Она говорит, быстро хочу. Так быстро учись. Как ты начнёшь зарабатывать, ты должна понять, что тут нужно делать. Я же не могу к тебе приехать за двое суток езды и начать сидеть тебя обучать. У нас обучение происходит вот так вот, удалённо, дистанционно. Открываешь ролик, учишься, непонятно, продолжай. Вопрос есть, спроси. И вот вы так сопровождаете, смотрите, чтобы он в чат добавился, в чате его представляете, за ручку везде водите. То есть, как слепого котёнка. Тыкаем, тыкаем, тыкаем дальше. Женечка, на твой вопрос отвечаю. Если человек спрашивает, как работать в Арифлейме, ты ему говоришь, ты знаешь, я только начала, сейчас прохожу обучение. Сейчас я наберу Лилю, она меня пригласила в этот бизнес, она уже опытная, да, у неё есть результаты. Она сейчас тебе всё расскажет. И передаёшь трубку мне. Говоришь, Лиля, знакомься, тут моя знакомая Маша, она интересуется, как у нас работать. Я беру трубку и разговариваю с Машей минут 5-10. Мы с ней общаемся, я ей всё объясняю. Она передаёт тебе трубку и уже будет она знать, хочет она с нами работать или нет. То есть, она уже ответит на этот вопрос за это время. Договорились? То есть, вы пока только учитесь, пока у вас нет опыта, вы не имеете права разговаривать с людьми. Просто вы не сможете ответить на их вопросы, вы растеряетесь. Или вы ответите неправильно, у них сформируется неправильное впечатление. Поэтому вам вначале нужно сначала научиться вот эти вот проводить созвоны. Да, это очень, как говорится, да, просто, но этому нужно поучиться. Это не сразу, да, на вас обрушится всё, как говорится. Ещё есть вопросы, ребятки? Надеюсь, да, на все, по-моему, ответила. Если вопросов нет, напишите обратную связь, что для вас сегодня было полезное. И маленькое такое напутствие. Не, никогда, да, не позволяйте себе лениться. Никогда. Как только лень настигла, засекайте 3 минуты. Дайте себе 3 минуты, максимум 5. Поддаться лене, да, как бы, чтобы она ослабила свою хватку, чтобы она подумала, что вы поддались. А потом раз и быстренько, да, продолжайте действовать, как вам нужно. Классный пинок? Ну, хорошо. Вы знаете, ребят, на самом деле мотивация должна быть внутри вас. Вам не нужны никакие пинки, пендали. Если вы знаете, чего вы хотите, то вы сами как пендаль. Вы сами просто, вас должно распирать во все стороны. Если вам нужна мотивация, значит, вы не до конца ещё понимаете, чего вы хотите. Вам нужно покопаться в своих хочушках, желаниях и увидеть себя. Каким вы хотите быть человеком, где вы хотите быть, как выглядеть, чем заниматься, как жить, куда ездить, на чём ездить. Понимаете, да, всё имеет вот это вот, как говорится, значение. Очень важно понять, чего вы хотите, тогда у вас будет всё получаться. Ну, не всё, да, конечно же, будут какие-то затыки, но это очень интересно, потому что каждый затык, каждое препятствие – это новый виток развития. Это значит, что вы поднимаетесь на новый уровень. Я вам желаю всем продуктивного, мощного дня, реализации всех планов, у кого они есть. И будьте активны в чатах. Ребят, пишите о всех своих достижениях, результатах, общайтесь с новичками, помогайте им разобраться во всех вопросах, чтобы они это понимали. И всем хорошего дня, до встречи, пока-пока.